Вспомните то видео, где вот этот, будь он проклят, Кемишев, который сдал жамаат Хусейна и Муслима Гакаева, в результате чего они были убиты. Вспомните видео, где они обнаруживают одного из кротов, они его допрашивают, и во время допроса этого крота, когда он признается, что он заслан, что он отдает информацию, как он отдает информацию российским военным, в это время на фоне сидит этот Кемишев. Во-первых, ты должен признать, что большинство чеченского народа живется хорошо в составе РФ. Во-вторых, ты свободой хочешь распорядиться ужасным образом, подорвать вековые традиции и насадить ваххабизм. Аноним. Интересно ваше мнение. Как вы думаете, каким образом Кадыров ведет такой преступный образ жизни, проявляя набожность, считая Тасбех с электронными четками, как можно вести такую параллель в жизни? В этом нет ничего удивительного. Общаясь здесь с участниками войны, с ветеранами и первой, и второй российско-чеченской войны, очень часто слышишь такие истории, вот, например, одна из них, когда описывают человека, предавшего муджаитов, предавшего непосредственно Докко Умарова, человека, который отдал координаты блиндажа и был нанесен практически прямой удар по этому блиндажу в лесах где-то там на границе Ингушетии и Чечении. Вот описывая этого человека, люди, находившиеся с ним, воевавшие с ним, говорили, что он, когда всем было лень, то есть все спали, всем было лень вставать на ночные добровольные молитвы, тахаджуд намазы, этот человек, он вставал и будил всех, говорят про него, рассказывают, понимаете, вставал и будил на тахаджуд. Вставайте, говорил братья, давайте помолимся, давайте совершим добровольные молитвы. И если удавалось кого-то поднять, то он совершал с ним, если не удавалось, то он один совершал эти молитвы. Представляете, насколько этот человек играл. А потом в один из дней он, оружие, которое ему было, которое по поручению там где-то, значит, раздобыл, доставил, он в одно из ночей он это оружие собрал и ушел, отдав координаты. После этого по этому блиндажу был нанесен удар. То есть такие свидетельства об этих людях. Поэтому лицемеры, они, конечно, они будут очень страшно отыгрывать. Вспомните то видео, где вот этот, будь он проклят, Кемишев, который сдал жамаат Хусейна и Муслима Гакаевых, в результате чего они были убиты. Вспомните видео, где они обнаруживают одного из кротов, они его допрашивают, и во время допроса этого крота, когда он признается, что он заслан, что он отдает информацию, как он отдает информацию российским военным, в это время на фоне сидит этот Кемишев. Вы представляете, насколько это ирония судьбы? Они допрашивают, то есть этот знает, что он на тот момент, этот Кемишев тоже является кротом, он скидывает информацию, и он сидит, присутствует во время допроса того, кого выявили. Они так, именно так они себя и ведут, поэтому здесь не нужно удивляться тому, что Кемишев нацепил на себя вот этот образ набожного такого суфия, который постоянно там что-то читает, какие-то салаваты, носит постоянно вот эту считалку там у себя на пальце, носит у себя на шее там что-то типа, но он говорит, что это типа волос пророка, в мире Мусени Аллаха, конечно, не является волосом пророка. То есть это вот этот образ, лицемерный образ такого набожного человека, это то, что он должен делать. И он будет это делать, наверное, до конца своих дней. Он будет вот в таком образе, он не будет из него выходить. Такова участь этих лицемеров. Если бы чеченцы продолжили войну, то весь чеченский народ был бы уничтожен. Что, по-твоему, в такой ситуации оставалось Кадырову, как не сдаваться, отправить весь народ на убой, что оставалось делать? Ну, это ведь твоя и кадыровская оценка, что весь народ был бы уничтожен. Если бы не такие предатели, как Кадыров, то война была бы выиграна. Как тебе такая версия, вот если я тебе так скажу? Если бы не предательство Кадырова и прочих предателей, если бы мы все объединились бы и мощно выступили бы против агрессора, то мы бы выиграли войну. Вот моя версия такая. Но ты с ней не согласишься. Я не согласен с твоей тоже, с твоей и кадыровской версией. Во-первых, ты должен признать, что большинство чеченского народа живется хорошо в составе РФ. Во-вторых, ты свободой хочешь распорядиться ужасным образом, подорвать вековые традиции и насадить ваххабизм. Давай-ка вот по первому пункту сначала пройдемся. И я должен признать, что чеченскому народу живется хорошо в составе РФ. Это на основании чего? На основании фонтана, который построен в республике, ему живется хорошо? Или что? Мечеть, которая построена, в которой читается проповедь, опускаемая сверху? Или вот в чем это хорошо? Хорошо живется, потому что есть хороший асфальт, хорошая дорога в городе, которая перекрывается по несколько раз в день, потому что кадыров и множество его отпрысков, и его свиты и так далее по этой дороге ездят. Потому что у нас есть концертные залы, которые опять-таки постоянно закрываются, потому что на этих концертах присутствует кадыров, его отпрыски, его свита. То есть, почему хорошо живется? Или же, может быть, эта хорошая жизнь, она заключается вот в этом видео, когда мать, когда молодого человека приглашают на разговор на час, а потом узнают, что его отправляют воевать в Украину на войну, которая абсолютно не нужна ни этому пацану, ни его семье. Это хорошая жизнь. Ты выбрал неудачный период для того, чтобы говорить о хорошей жизни чеченцев в составе РФ, потому что сейчас именно происходит война в Украине, в которой гибнет этот чеченский народ, насильно отправляемый туда, как пушечное мясо. Если бы ты чуть ранее об этом бы говорил, ты, может быть, еще как-то мог бы чем-то аргументировать. Хотя я бы тебе и эти все твои аргументы тоже легкую разбил бы. Но сейчас ты не можешь это говорить, потому что хорошо живется, хорошо живется Кадырову и его окружению. Да, им живется хорошо, потому что им не нужно погибать на войне в Украине, их отпрыском не нужно нам погибать, их окружению, их свити там погибать не нужно. Им живется хорошо. У них полно денег, они отдыхают, да, наверное, к огромному их сожалению, они сегодня не могут отдыхать в Майами, там, в странах западного мира, в каких-то известных курортных местах. Но зато есть Ближний Волсток, есть Дубай, есть какие-то иные места, Таиланд там, куда они могут, в принципе, ездить, могут отдыхать. Денег полно, роскошные автомобили, роскошная, шикарная жизнь. Все это у них есть, и им живется хорошо. Но чеченский народ это не они, это небольшая часть от нашего народа. Чеченскому народу не живется хорошо, особенно в этот период. Поэтому этот твой аргумент, конечно, был вообще не в тему. А во-вторых, я хочу своей свободой распорядиться ужасным образом, подорвать вековые традиции и насадить ваххабизм. Я не хочу, я абсолютно не хочу ничего насаждать. Я хочу, чтобы вот это вот право выбора, оно было у нас. Я хочу, чтобы ответственность за то, чтобы, если нам что-то насадят, например, чтобы мы несли за это ответственность сами, чтобы не Кремль там кого-то нам поставил, что-то нам насадил сверху, и мы ничего с этим сделать не можем. Это уже не наша ответственность. А чтобы мы, чтобы это была наша ответственность. Если что-то у нас неправильно, если мы не туда куда-то повернули, например, то это будет наша ответственность. И мы сможем это исправить. Вот как мы повернули туда, мы точно так сможем развернуться. А сейчас мы не можем ничего сделать, потому что мы не решаем, куда нам поворачивать. Это где-то там в Кремле решают. Это Кремль решает, погибать чеченцам на войне в Украине или нет. Чеченцы этого не решают. А вот мы хотим, чтобы чеченцы решали. Мы хотим, чтобы какая-то война где-то идет. А мы такие посмотрели и говорим, а при чем здесь мы? Это не наша война. Мы не будем в это вмешиваться. Наша позиция по этой войне вот такая. Мы говорим, что вот, допустим, вы правы, а вы не правы. Но вмешиваться мы в это не будем. Или мы говорим, да вообще, в принципе, там, например, нам плевать, что там происходит. Допустим. Как вариант. Это я сейчас не в отношении российско-украинской войны говорю, а вообще в целом. Субтитры создавал DimaTorzok Украины. Позд kah hablar. Допустим. Он ждет.